Азербайджанская сказка. Шах, девушка, башмачник и визирь. Однажды Шах, оставив вместо себя главного визиря, решил с другим визирем побродить по стране. Переоделись они дервишами, чтобы никто их не узнал. Шли они день-другой и встретили на дороге какого-то человека. Поздоровались они с ним и пошли дальше. Заметил Шах, что незнакомец тоже идет с ними и предложил. Послушай, добрый человек, раз уж довелось нам идти вместе, давай сделаем на дороге лестницу. Его спутник удивился. Что с тобой дервиш? Зачем лестница на ровной дороге? Увидел Шах, что мужчина не понял его слов, но повторять не стал. Наконец впереди показались городские ворота. Братец, возьми нас к себе в дом переночевать, попросил Шах. Мы посланцы Аллаха. На спутниках неприветливо ответил. Посланцы Аллаха должны идти туда, и он показал на мечеть. Так и не пригласив их, он пошел домой. Была у того человека дочь. Рассказал ей о странной встрече в дороге. А доча говорит, отец, пойди приведи этих дервишей к нам. Похоже, тот, что разговаривал с тобой, очень умный. Ты же их не видел. Откуда ты можешь знать, что он умный? Удивился отец. Да это же ясно. Он предложил тебе сделать лестницу на дороге. Этим он хотел сказать. Давай ему скоротаем время сладкой беседой. А ты не понял его. Долго уговаривала она отца, но так и не пошел он за гостями. Тогда она сказала. Не хочешь идти? Хоть отнеси им поесть. Я приготовлю что-нибудь. Ведь они тут никого не знают. С трудом добилась она его согласия, приготовила немного долмы, испекла лепешку, налила в кувшинчик молока. Завернув все это, она сказала. Передай дервишам от моего имени, что луна круглая, звезд на небе много, столько, что и не сосчитай, а море переполнено водой. Чтобы они тебе не ответили, обязательно передашь мне. Однако отец девушки был человек недобрый и жадный. По дороге он съел половину долмы и хлеба, выпил все молоко, а остатки отнес дервишам и передал им слова дочери. Шах съел долму и хлеб, конечно, поделившись с визирем, а возвращая посуду, сказал. Передай своей дочери, что луна ущербная, звезд не так много на небе, всего штук 10-15, а море совершенно высохло. Горожанин опять ничего не понял, но точно пересказал дочери слова дервиша. Она возмущенно сплеснула руками. Отец, и не стыдно тебе? Почему ты съел обед, который я послал? Зачем выпил все молоко? Доченька, ну откуда ты знаешь, что я по дороге съел долму и отловил кусок лепешки? Удивился отец. Это мне через тебя дервиши передали. Я сказала тебе, что луна круглая, звезд много, море переполнено. Это значило, что хлеб целый, долмы много, а молока полный кувшинчик. Дервиши через тебя ответили, что луна ущербная, звезд немного, а море высохло, значит половину хлеба и большую часть долмы ты съел, а молоко выпил все. И снова стала она упрашивать отца, что пригласил дервишей хотя бы на один день. Так упрашивала, что он пошел и привел дервишей в гости. А девушка это была косая, поэтому все вещи в доме стояли немного криво. Шах, как только вошел в комнату, сразу заметил это, но не подал виду. Однако, когда хозяин, поздоровавшись с ними, спросил братья дервиши, ну как вам, нравится мой дом? Шах, желая намекнуть на косоглазие его дочери, ответил, дом очень красивый, но есть один недостаток, дымоход кривой. Хозяин заваргал глазами, ничего не понимая. Девушка сразу все поняла и говорит, это не беда, дым свободно выходит. Дервиши посидели немного, затем девушка спросила, чего бы они хотели поесть. Шах еще раньше заметил во дворе кур и одну лошадь, поэтому он сказал, принеси мне такую еду, чтобы мякоть могли съесть мы, середку куры, а кожуру лошадь. Девушка вышла и тут же завернулась с дыни. Сладкую мякоть съешьте сами, семечки отдайте курам, а кожуруль грызет лошадь. Шах был удивлен смекалкой косой девушки, похвалил и, поблагодарив вместе с визиром, отправился в путь. По дороге встретился им башмачник. Шах когда-то слышал, этот башмачник очень мудрый человек, поэтому, подойдя поближе, он приложил руку к голове. В ответ башмачник пальцем дотронулся до языка. Тогда Шах спросил, братец башмачник, можешь ты умножить 9 на 3? Башмачник немало не задумываясь, ответил, умножал не получилось, помещали 32. А ты далеко не близко, снова спросил Шах. Я сделал далекое близким. На чем держишься? На двух или трех? Я сделал из двойки тройку, ответил башмачник. Наконец Шах задал последний вопрос. Если я пришлю тебе гуся, ты сможешь его общипать? Еще как смогу. На этом они расстались. Уду уже дома. Когда Шах сменил одежду для решения на свое облачение и сел на трон, он сказал визирю, тебе должно быть штыдно. Ты не понял ни одного слова башмачника. Иди к нему обратно, попытайся понять его. Только смотри, ни в коем случае не муть человека, не заставляй силой говорить. Взял визири много золота, сел на своего коня и поехал прямо к башмачнику. Нашел его и говорит. Можешь ли объяснить мне значение слов, которыми ты обменялся с Шахом, когда мы встретились с тебе в одежде дервишей? Могу, ответил башмачник. Только это будет стоить золотые монеты. Визирь согласился. Башмачник и говорит. Когда Шах приложил руку к голове, он хотел спросить меня, что надо сделать для того, чтобы не болела голова. То есть, чтоб человек не знал никаких бед. А я поднес палец к языку. Это значит, не будешь болтать языком, и голова не будет болеть. Не будет никаких бед. Потом он спросил меня, умножил ли я 9 на 3. Он хотел узнать, смог ли я сделать запасы на 3 зимних месяца, проработав 9 месяцев весну, лето и осень. Я ответил ему, что пытался, то есть работал, но ничего из этого не вышло, так как помешали мои 32 зуба. Все проел. Затем Шах спросил, далеко я или близко. Он хотел узнать, дальнозоркий или близорукий. Я ответил, что близорукий. Потом он спросил, держусь я на 2 или на 3. Он хотел знать, крепко ли держат меня ноги. Если ты помнишь, я ответил, что из двойки сделал тройку. То есть, что мне трудно ходить на двух ногах. И я взял в руки палку. Наконец Шах спросил, смогу ли я общипать гуся, если он мне его пришлет. Я ответил, что смогу. И был прав. Гусь это ты, а я отобрал у тебя все твои деньги. Пожалел визир, что отдал так много золотых монет Башмачнику и решил отомстить ему. Дай-ка я тоже задам ему вопрос. Если он не сможет ответить, я отберу обратно все свои деньги. И он спросил, а ну Башмачник, если ты такой умный, скажи мне, что сейчас делает Шах? Башмачник оглядел его снизу доверху и говорит, ты знаешь, Шах великий человек. О нем надо говорить с уважением. А я сижу на голом полу, передо мной куча старой обуви. В таком положении говорить о Шахе, это значит оскорбить его. Дай мне твоего коня, накинь на меня свою расшитую желтым накидку, вложи в руку дорогой кнут, тогда я скажу тебе. Визир согласился, слез с коня. В тот же миг Башмачник занял его место. Визир накинул ему на плечи свою расшитую желтым накидку. А теперь слушай и знай, что делает Шах, сказал Башмачник. Шах сбрасывает с коней таких всадников, как ты, а таких пеших, как я, сажает в седло. Прощай. И при споре в коня, он исчез из виду. Долго ждал его визирь, но так и не дождался. Возвратился ни с чем к Шаху. Видал, визирь, какие умные бывают люди, спросил Шах. Теперь сам скажи, кто из вас больше заслуживает быть визирем, он или ты? Визирь не мог не согласиться, что Башмачник куда умнее его. Шах велел разыскать Башмачника и назначил его своим визирем. А глупого визиря посадил точать башмаки. Субтитры сделал DimaTorzok